Металлические фрезы белгородского завода «Скиф-М» известны не только в России, но и за рубежом. На предприятии изготавливают продукцию для аэрокосмической отрасли. За 20 лет работы завод занял прочное место на этом рынке. «Боинг, Эрбас и Объединенная авиастроительная корпорация – все заводы. МИК – самый большой у нас заказчик. И Новосибирский завод. В общем, все заводы, которые авиацию делают». На вопрос губернатора, есть ли подобные предприятия в России, директор Александр Москвитин с уверенностью ответил, что нет. Они единственные в стране, занимают эту нишу. А потому основных конкурентов видят в европейских государствах. Причем белгородский завод ничем им не уступает. «Сейчас мы боремся в Западной Европе. Я неделю назад пролетел оттуда за новый контракт у «Эрбаса». Пять фирм мира ведущих, и мы там. Это американцы, немцы, швейцары и израиль. Швейцарцы. В России, к сожалению, больше никого нет». В прошлом году объем поставок продукции на экспорт составил более 51 миллиона рублей. За 2-3 года показатель планируют увеличить до 65 миллионов за счет поставок в Австрию, Германию и США. Также к 2020 году здесь планируют повысить в 3,5 раза объем производства. Здесь изготавливают фрезы и для тяжелой промышленности, для суда, железнодорожного и автомобилестроения. Треть от всей продукции – инновационные товары. К примеру, эти детали покрывают особым наноматериалом, который позволяет изделиям быть твердыми, как алмаз. «Это преимущество в том, что она может обрабатывать весьма твердые материалы. Более ничем не может обработать. Она отличается от технологий, которые за рубежом. Там требуется очень мощное совершенствование вакуумной техники. Здесь довольно простая советская, российская разработка. Очень простая, очень надежная». Сегодняшние показатели – результат постоянной модернизации предприятия. Вторым пунктом рабочего объезда стал гостиничный комплекс «Парк-отель Европа». Его директор – предприниматель, депутат света депутатов Белгорода Александр Щеглов. Он показал гостям территорию комплекса, которая, кстати, уже несколько лет подряд признается лучше по ландшафтному обустройству и озеленению. Оценили первые лица города и области – спортивный клуб. В него уже входит 850 человек. «Вот расписание, единоборство, силовые танцевальные программы». Евгений Савченко также посетил областную клиническую больницу. Больше месяца назад здесь установили так называемую электронную регистратуру. Теперь записаться на прием к врачу в любое удобное время могут пациенты со всех районов области. «Вот это уже готово в новой системе. Вот это штрих-код, который соответствует именно этому пациенту». «Алексеевцы должны знать, что у них время 15.00 по каким-то дням. Или просто…» «Они могут выбрать любой, как ему удобно». «Все, система работает». К тому же в электронную базу заносят информацию о диагнозе пациента и назначенном ранее курсе лечения. Это позволит врачу отследить динамику заболевания, а также сократить время при оформлении в стационар. Оценил глава региона и систему лекарственного обеспечения медучреждений области. Эта электронная база с заявками позволит отследить статистику, проанализировать, какие препараты необходимо закупить, в каком количестве и в какую сумму это обойдется. Губернатор дал поручение доработать систему с учетом потребностей конкретных пациентов. Маргарита Платонова, Дмитрий Ярема. К этому часу. Белгород.